Вырытый котлован, фундамент, стены подвала и часть каркаса здания. И всё это почти в центре города. Полуразрушенная стройка на перекрёстке улиц Московской и Курчатова уже много лет доставляет неудобства местным жителям. В 2014 году здесь начали строительство нового торгового центра. Но в 2015-м стройку приостановили и оградили забором. Со временем металлическое ограждение заржавело и стало разваливаться. Уже шесть лет он здесь. Ну, надо какие-то меры принимать. Уже язык у всех устал говорить. Уже деньги вложены, конечно, жалко, но не знаю, что они планируют здесь строить. Здесь магазин строят, он не к месту магазин вообще. Все эти годы жители дома 22 по улице Московской пробираются к своим подъездам вдоль забора по гнилым доскам, что может грозить травмами. Помимо этого территория стройки не охраняется. Повсюду лежат груды мусора и бесхозные строительные материалы. Дети лазят на эту стройку. Не дай бог, что случится, кто будет отвечать. Здесь и проходы, вон, открытые проходы, дети лазят туда. А там ведь штыри и большие. Только детей гоняешь и внуков. Жильцы многоэтажки не единожды обращались в Думу и администрацию с просьбой ликвидировать последствия замороженной стройки, убрать забор и привести территорию в порядок. В начале года депутаты рассмотрели вопрос на одном из заседаний комитетов. Тогда народным избранникам доложили, разрешения на строительство объекта нет, срок договора аренды истек. В связи со смертью одного из собственников необходимо было уладить вопросы наследования. Вопрос должен был решиться на уровне области еще в январе. Там было три владельца. Один владелец умирает и сейчас решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается и, значит, Министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении экономики, продлении договора на аренду или, так сказать, прекращении. Ситуация плохая по этому облику. Поэтому не будем должны углубляться, но ситуация очень сложная. Мы давали отрицательные, ну, для Мининвеста отрицательные заключения. В случае непродления договора аренды застройщик должен демонтировать возведенные конструкции за свой счет. Но стройка на Курчатова-Московской так и продолжает стоять в неизменно замороженном виде. Как решился вопрос в области, продлен ли договор аренды и, если нет, почему застройщик не демонтирует стройку? Все эти вопросы официальным запросом мы направили в Государственную строительную инспекцию и администрацию города. Канал 16 будет следить за развитием событий.